Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский. Толкование на деяния святых апостолов. Стих первый. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев, за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Не в те же самые дни, когда ангел освободил апостолов из темницы, но через несколько дней после этих. Такой оборот речи обычен Писанию. А еленистами, по моему мнению, называют лиц, говоривших по-эллински. В ежедневном раздаянии потребностей. Итак, служение вдовицам было делом каждодневным. Служением называют дело милостыни. Презрение же вдовицы произошло не от худых качеств, но от оплошности народа. Поэтому, как только забота об них была народу предложена, прекратилось и горе их. Стихи 2-7 А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного веры и духа святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. И их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорили с вере. Не сами апостолы избирают, но предоставляют избрание народу, который и имел получить пользу от служения диаконов. Он и избирает, и назначает. Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищи с о столах, потому что необходимое следует предпочитать тому, что не необходимо. Выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных святаго духа и мудрости. Называет писателях не просто духовными, но исполненными духа и премудрости, потому что принимать жалобы вдовиц было делом величайшей мудрости. Помолившись, возложили на них руки. Смотри, как Лука немногословен, не говорит, как были рукоположены, но говорит только, что были рукоположены с молитвою. На мужа возлагается рука, вот в чем состоит хиротония, но все совершает Бог. Какую же хиротонию получили эти семь мужей? Диаконскую ли? Они рукоположены были именно на это дело, то есть на доставление верующим необходимых потребностей. Число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. Не просто сказал об этом, но так, что показал, как велика сила милостыни и этого учреждения диаконов. Глава шестая Избрание семи диаконов Стихи с первого по шестой Проповедь архидиакона Стефана Стихи с седьмого по пятнадцатой Избрание семи диаконов Стихи с первого по шестой В эти дни Выражение, хотя и неопределенное, но указывающее на относительную близость события от ближайшего предшествующего, о коем шла речь перед тем. После новой нравственной победы церкви над врагами число христиан продолжало все более и более умножаться. Но в это время обнаружилось внутреннее нестроение в недрах самого христианского общества, и при том весьма важное, ибо указывало на внутреннее разделение и несогласие членов общества. Произошел ропот, то есть взаимное неудовольствие между иллинистами и евреями. Иллинистами назывались иудеи, жившие в разных странах языческого мира и говорившие на очень распространенном тогда повсюду в империи греческом языке. Под это общее название подходили иногда и празелиты, то есть принявшие иудейство язычники. Под именем евреев здесь, разумеется, христиане из числа палестинских иудеев, живших в своей родной земле и говоривших на еврейском языке. Из общей денежной кассы, бывшей в распоряжении апостолов, каждый нуждающийся получал то, что ему было нужно для пропитания и вообще ежегодного содержания. Иллинистам показалось, что вдовы их при этом пренебрегаются. Откуда происходило это пренебрежение, трудно сказать. Святой Иоанн Златоуст предполагает, что не от недоброжелательства, но от невнимательности по причине многолюдства. Может быть, причиной было и высокомерие евреев, с каковым они относились к иллинистам, носившим на себе невольно отпечаток той языческой среды, в которой им приходилось жить. Этого различия двух разнородных частей первохристианского общества не мог, как видно, сгладить даже высокий дух христианства. Страдали от этого именно вдовы, как беззащитные, за которых некому было заступиться. Так как это взаимное неудовольствие грозило большой опасностью первохристианскому обществу, апостолы приняли самые решительные меры для пресечения зла. Созвав, по-видимому, все христианское иерусалимское общество, множество учеников, апостолы предложили устранить это нестроение. «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах», — сказали они. Главное дело апостолов — проповедание Слова Божия, довольствование же бедных, пищи телесной, они могут без всякого ущерба для дела предоставить другим. Поэтому они предлагают на эту службу выбрать особых лиц, семерых, семь — священное число, исполненных Духа Святого, так как служение бедным не есть служение исключительно телесным потребностям, но и духовным их нуждам. Им нужна и мудрость, дабы исполнять свое служение мудро, умно, практично, целесообразно, а мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова. Это главная обязанность высших служителей Церкви. Предложение апостолов было принято с удовлетворением, ибо примеряло начавшееся было разделение и неудовольствие. Было избрано семеро мужей. Из них особенно прославился Стефан, вскоре ставший первомучеником за Христа. За ним следует Филипп, также упоминаемый в Деяниях, а в остальных пяти сохранилось только церковное предание. Прохор был сначала спутником апостола Петра, а потом спутником и писцом святого Иоанна Богослова, епископом Некомидии и скончался мученически в Антиохии. Неконор убит иудеями в день убиения архидиакона Стефана. Тимон был епископом в Аравии и скончался мученически. Пармен скончался перед глазами апостолов и погребен ими. Николай был празелит, живший в Иерусалиме. Избрание празелита было сделано с целью удовлетворить эллинистов, но он, кажется, не удержался на высоте своего служения, ибо имя его не вписано в числе святых. Апостола возложили на избранных, помолившись, свои руки и низвели на них благодать Святого Духа. Это было действие посвящения их. Так как среди избранных диаконов от греческого слова «диакония», что значит служение, нет носящих еврейские имена, то предполагают, что все семеро, или по крайней мере трое, Стефан, Филипп и Николай, были эллинистами. Здесь обыкновенно видят установление третьей линии священства – диаконской. Во всяком случае, из дальнейшего повествования совершенно очевидно, что эти первые диаконы не были только простыми казначеями первого христианского общества. На них были возложены и другие высшие обязанности – сотрудничество с апостолами в деле проповеди слова Божия и устроения Церкви. Мы видим дальше, что они не только проповедовали, но и крестили. Избранные, видимо, оправдали доверие общества и умиротворили его. Почему дея писатель сообщает далее, что «слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме». Сила апостольской проповеди была так велика, что даже из священников многие уверовали. Выражение «покорились вере» указывает на силу проповеди, сломившей их упорство. Это была решительная нравственная победа христианства над иудейством. Избрание диагонов отнюдь не свидетельствует о демократическом выбранном начале в Церкви. Из книги деяний ясно видно, что апостолы сами всем распоряжаются по своей воле и своему усмотрению. Они не связаны в своих действиях волею верующих. Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский, Благовестник. Толкование на Евангелие от Марка, тихи 42-й, 47-й. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который сам ожидал Царствие Божие. Осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосифа смотрели, где его полагали. Блаженный Иосиф, еще служа закону, признал Христа Богом. Почему и дерзнул на похвальный подвиг. Не стал он размышлять, вот я богат и могу потерять богатство, если буду просить тело того, кто осужден за присвоение себе царской власти, и сделаю с ненавистным у иудеев. Так ни о чем подобном не размышлял сам собою. Но, оставив все как менее важное, просил одного. Придать погребению тело осужденного. Пилат удивился, что он уже умер, ибо думал, что Христос долгое время будет выдерживать страдания, как и разбойники, почему и спросил сотника, давно ли умер. То есть неужели умер прежде времени? Получив тело, Иосиф купил плащаницу, и, сняв тело, обвил ей честное тело, честно предавая погребению. Ибо он был и сам ученик Христофа, и знал, как почтить владыку. Он был знаменитый, то есть человек почтенный, благочестивый, безукоризненный. Что касается дозвания советника, то это было некоторое достоинство, или лучше служение и должность гражданская, имеющую которую должны были заведовать делами судилища, и здесь часто подвергались опасностям от злоупотреблений, свойственных всему месту. Пусть слышат богатые и занимающиеся делами общественными, как достоинство советника нисколько не препятствовало добродетели Иосифа. Ими Иосиф значит «приношение», а Аримафей — «возьми оное». Будем же и мы, по примеру Иосифа, всегда прилагать усердие к добродетели и взымать оное, то есть истинное благо. Да сподобимся принять и тело Иисусова посредством причащения и положить оное в гробе, иссеченном из камня, то есть в душе, твердо памятующей и не забывающей Бога. Да будет душа наша, иссеченной из камня, то есть имеющей свое утверждение во Христе, который есть камень. Да обвием сие тело плащаницею, то есть примем его в чистое тело, ибо тело есть как бы плащаница души. Божественное тело должно принимать не только в чистую душу, но и в чистое тело. Должно же именно обвить оно, то есть покрыть, а не раскрывать, ибо таинство должно быть покрыто сокровенно, а не раскрываемо. Стихи 1-8 По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба. И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Ничего великого и достойного божества Иисусова не помышляют жены, когда сидят при гробе и покупают мира с тем, чтобы по иудейскому обычаю помазать тело, дабы оно было благоухающим, а не издавало неприятного запаха от тления. И дабы силою мира, иссушающей и поглощающей влагу тело, оно сохранялось невредимым. Вот о чем думали жены. И весьма рано, в первый день недели, восстав, идут ко гробу и размышляют, кто отвалит камень. Но между тем, как они помышляли о сем, ангел отвалил камень, хотя жены не чувствовали того. Так и Матфей говорит, что ангел отвалил камень после того, как жены пришли. Но Марк умолчал об этом, потому что Матфей уже сказал, кем отвален был камень. Если же Матфей говорит, что ангел сидел на камне, а Марк, что жены, вошедшие во гроб, увидели его сидящим внутри, то Сим не должен смущаться, ибо могли они видеть ангела, сидящего вне на камне, как сказано у Матфея, могли видеть опять его же внутри гроба, как упредившего их и вошедшего туда. Впрочем, некоторые говорят, что одни жены были упомянуты у Матфея, другие у Марка, а Магдалина была спутницей всех, как самая усердная и ревностная. Явившийся ангел сказал же нам, не ужасайтесь. Сначала он освобождает их от страха, а потом благовествует о воскресении. Он называет Иисуса Христа распятым, ибо не стыдится креста, который есть спасение человеков и основание всех благ. Он воскрес. Из чего это видно? Из того, что его нет здесь. И хотите ли увериться? Вот место, где он был положен. Для того и отвалил он камень, чтобы показать это место. Но идите, скажите ученикам его и Петру. Петра отделяет от учеников. Или как Верховного, именуя его особо тех по преимуществу, или вот почему. Так как Петр отрекся, то если бы жены сказали, что им велено возвестить только ученикам, он сказал бы, я отрекся, следовательно, уже не ученик его, а потому Господь отверг меня и возгнушал со мною. Поэтому ангел и присовокупил и Петру, чтобы не смутился Петр той мыслью, будто он неудостоен и слова, как отрекшийся, и потому же недостойный быть в числе учеников. Посылает же их в Галилею, отводя их от смятения и великого страха со стороны иудеев. Тогда объял жен трепет и ужас, то есть они поражены были и видением ангела, и страхом воскресения. И потому никому ничего не сказали, потому что боялись. Или боялись они иудеев, или одержимы были страхом от видения до того, что как бы потеряли разум, потому и ничего никому не сказали, забыв все, что слышали. Стихи 9-й, 14-й Воскреснув, рано в первый день недели Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим, но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. Воскреснув, здесь остановись, потом читай, рано в первый день недели Иисус явился Марии Магдалине, ибо не воскрес рано, кто видел, когда он воскрес, но явился рано, в день воскресный, так как этот день есть первый день седмицы. Марии Магдалине из которой изгнал семь бесов, то есть многих, ибо Священное Писание принимает иногда число семь в смысле множества, или семь бесов, противоположных семи духам добродетели, как-то, дух бесстрашия, небогобоязливости, дух неразумия, дух неведения, дух лжи и прочее противоположное дарованием Святаго Духа. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. Об этих двоих и Лука говорит. И те возвестили прочим, но и им не поверили. Как же Лука говорит, что они возвратились и нашли вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес, тогда как, по свидетельству Марка, не поверили и тем, кои пришли из села? Отвечаем. Когда Евангелист говорит, что возвестили прочим, то, разумеет, не одиннадцать апостолов, но некоторых других. Этих и назвал он прочими, поскольку одиннадцать видели его в тот же день, в который и возвратившиеся из села, нашли их говорящими, что Господь истинно воскрес. Стихи пятнадцатый-двадцатый. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знаменями. Аминь. Заметь заповедь Господа, проповедуйте всей твари. Не сказал проповедуйте только послушным, но всей твари будут ли слушать или нет. Кто будет веровать и недовольно сего, но и креститься, ибо кто уверовал, но не крестился, остается еще оглашенным, тот не спасен еще. Верующих, говорит, будут сопровождать знамения, изгнание бесов, глаголы не новыми языками, взымание змеи, то есть истребление змей, чувственных и мысленных. Как в другом месте сказано, даю вам власть наступать на змей и скорпионов, очевидно мысленных. Впрочем, выражение «будут брать змей» можно разуметь и буквально, так как, например, Павел взял в руку змею без всякого для себя вреда. Смотрим «Деяния апостолов», глава 28, стихи 3, 5. «И если что смертоносное выпьют, не повредит им». Это случалось много раз, как находим в повествованиях. Ибо многие, выпивая яд, силой крестного знамения сохранялись невредимыми. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знаменями. «Видишь ли, везде сначала наши действия, а потом уже Божие содействия. Ибо Бог содействует нам тогда, когда мы действуем и полагаем начало, а когда мы не действуем, Он не содействует. Заметь и то, что за словами следуют дела, и Слово утверждается делами, как и у апостолов тогда. Слово утверждали, последующие дела и знамени. О, если бы Христе Слове и наши слова, которые мы говорим о добродетели, утверждали с делами и поступками так, чтобы мы совершенными предстали Тебе, содействующему нам во всех делах и словах. Ибо Тебе подобает слава и в словах, и в делах наших. Аминь.